Слепить любимого героя своими руками – это реально. В Наринмар приехала народный мастер России Марина Кулижникова. В столице региона она проводит необычные уроки. Куклы создают из паперклея. Это один из самых интересных пластиков. Его еще называют бумажной глиной. Над своим творчеством рукодельницы работали 4 дня. Среди учеников были и мужчины. Подробности далее. Вообще из паперклея сложно достаточно делать, как выяснилось. Поэтому, так как тут за меня половину работы сделали, то, в принципе, и ничего. Добби – первая кукла Максима Тарасова. После долгих раздумий, кого же ему сделать на мастер-классе, остановился на герое знаменитого романа «Гарри Поттер». Когда работа идет под руководством мастера России, создавать оригинальные вещи совсем не страшно. Марина Кулижникова полюбилась окружным рукодельницам с первого приезда. Она буквально заражает любовью к кукле. У нас в школе был организован кукольный театр. А кукол в своё время не было. В 70-е годы для кукольного театра сейчас можно купить в магазине любую куклу. Тогда приходилось делать самим. Вот с этого и пошло всё. Из ваты, бумаги, льна или шёлка. За многие годы из подруг Марины Кулижниковой вышли десятки самых разных кукол. На этом мастер-классе материал современный – паперклей. Классичная и практичная масса для лепки. Технология такова. Сначала наброски эскиза, потом скелет куклы и формирование тела. Самое интересное – это скульптура, когда из обезличенного манекена рождается персонаж. Это у меня будет в стиле гапчинской маленький пупсик. Есть такой художник, она рисует в примитивизме маленьких пупсиков. Вот что-то на неё похоже. У каждой куклы есть имя и своя история. Вот ты уже придумала свои куклы? Я думаю, дочка придумает. Когда увидит её полностью одетую. Недавно в Наринмаре открылась необычная выставка. Через кукол авторы экспозиции показали историю олено-транспортных батальонов. Кукла, как средство передачи информации, понятна и практична. А если она сделана своими руками, становится по-настоящему уникальна. Ты выбираешь и цвет, ты выбираешь и прическу, ты выбираешь вообще всё, что угодно. Ты подбираешь экологичные какие-то материалы, да, пользуешься, там, лён, хлопок, шёлк, может быть. А кукла, которая создана на производстве, там не всегда можно угадать, с чего она сделана. И не всегда можно угадать, что у неё внутри. Марина Кулижникова – третий приезжий мастер в этом году. Несколько лет назад Центр народного и декоративно-прикладного творчества запустил проект «Сохраним наследие». Его цель – сохранить знания признанных мастеров в руках молодого поколения.